Вопрос следующего характера, как вы говорили раньше. Характеру вопроса это уже пять. Есть ли люди, не способные к нормальной образной речи, и что можно сказать об их поведении? Ну, таких людей полно, особенно в нашей стране. Включаешь телевизор, там очень много на Первом канале неспособных. Никакой речи, ни к нормальной, ни к ненормальной. Обычно они и вещают там, иногда по бумажке, иногда без нее, тогда особенно смешно. Да, конечно, таких людей у нас много. Но это не порог. Есть как бы две причины глобальные, которые, как известно, очень сильно сказываются на такую вот способность к внятной речи. Одна особенность, связанная с тем, что человек области мозга, которые отвечают за речь, не только центр Бурака, там 45-е, 46-е, 47-е поле, невыраженные или как-то плохо выраженные. Не только от того, что в районе Островка и Извирины Гешля плохо выражены слуховые центры, которые там человек плохо понимает тексты, плохо понимает, собственно говоря, произносимую речь даже самим собой. И это тоже есть. То есть есть такие маленькие области, как я неоднократно говорил о том, что вот есть люди, которые не способны писать. Взять вторую очку и написать какой-то текст. Им очень тяжело, потому что поле, которое отвечает за возможность изложения, основное графическое поле, оно может быть очень маленькое. И тогда это действительно феноменографии. Человеку нельзя научить вообще писать. Ну, бывает такое. Это редко, но бывает. Поэтому есть то же самое и при произнесении слов. Почему? Потому что здесь же не только поле Бурака, который отвечает за артикулятор. Что это такое поле Бурака глобальное? Это просто моторная область мозга, которая управляет мускулатурой гортани и прочее. Вот у меня, например, мускулатура садится, поэтому мы не будем нарушать никаких законов. Совершенно верно. А сделаем так. Вам хотелось этих законов? Наслаждайтесь. Таким образом, это область чисто управления речью. А вот область контроля этой самой речи, та самая, что нас больше всего возмущает, когда выходит какой-то человек, который вроде как должен строить законы, по которым мы должны жить, а он не бене-мене кукареку, а говорит так, как у моей собаки там то, что под хвостом. Ну, как-то не хотелось бы такими законами пользоваться. Хотя иногда, мне кажется, именно такими мы и пользуемся. Так вот, в чем дело глобально? А сама осмысленная речь, сложная особенно, красивая, она требует участия не только зоны брака, но еще там 9-го, 10-го поля, несколько полей Нижне-Теменной области, то есть там с 26-го, там 35-го, то есть огромное количество центров, которые включают в себя речевую память, это те самые слова, которые мы произносим, ваш личный опыт, а если его нет, если вы ничего слаще ведомости на зарплату не читали, что, соответственно, будет так себя вести, довольно смешно. И самое-то главное – это образцы речевые, которые накапливаются плохо. Дело в том, что речевые образцы накапливаются через письменную речь. Смотрите мой ролик про каллиграфию. То есть, когда вы вынуждены не просто водить рукой, пытаясь написать текст, но и анализировать само слово и его связки с другими словами, это энергетически дико дорого. Поэтому какой-нибудь наш чуткий управленец высочайшего звена, вдруг выяснилось, что он не может, как там, я недавно слышал выступление заместителя министра науки высшего образования. Но это же просто прелесть. То есть это два балла во втором классе средней школы по логике пересказа детской книжки. Почему? Да потому что никогда не было такой задачи, не стояло. Его не учили писать связанный текст, выдумывая, находя слова внутри себя, строя их в конструкцию, это так дорого для его мозга. Что когда он с этим сталкивается, он цепенеет. Что он не привык, давайте попроще. Вы ему отведите его в женскую баню или хотя бы в раздевалку перед женской баней. Он там найдет все нужные слова. И для общения, и для убеждения, и даже, возможно, для спаривания. Таких людей полно. Почему? Потому что он не решал. Он решал биологические задачи. Чиновник какой-нибудь решал. Он решал проблему еды, размножения и доминантов. Спросить любого чиновника, не умеет ли он жарить шашлыки. Конечно, умеет. Молча. И он отлично выберет мясо. Замаринует его, отлично пожарит. Но лучше молча. Но он даже рассказать этого не сможет толком. Почему? Потому что такой задачи не стояло. Но для его чиновничьей карьеры делать шашлыки важнее, чем говорить о них. Вот и все. То есть, иначе говоря, если у детей исключается биологическая задача из их повседневной жизни, связанная с формированием письменной речи, а именно при письменной речи запоминаются конструкции, не просто прощать много-много томов Гарина Михайловского или Тургенева, а пописать. Попробуйте-ка написать то, что написал Тургенев. Не надо Толстого, это к нему отношения не имеет. Насчет писать у него были проблемы. А вот Тургенев там, не надо Пушкина эксплуатировать, тоже плохой образец. А те, кто пытался передать свои мысли с помощью письменного текста. И тогда вы тут же поймете, насколько сложно это кратко, грамотно и четко сделать. Почему? Потому что каждая область мозга, которая отдельно занимается за речь, мы проговариваем слова, значит, глотка, зона брака, моторный центр, все надо включать. Мы помним эти слова еще несколько крупных центров. Мы выстраиваем эти слова, значит, надо еще все вот эти вот области, связанные с синтаксисом, пунктуацией и так далее. Плюс огромный материальный пласт из вашей памяти, который связан с литературой. А если ее нет? Если вся литература исчерпывалась смс-кой? Все. Вот на уровне смс-ки, значит, и будет у нас чуткий руководитель. А опасны эти люди, которые не способны освоить речь, даже читая. Конечно, опасны, потому что при принятии решения это будет даже не клиповое мышление, а смс-очное. Поэтому я сочувствую тому, кто будет слушать того, что они будут говорить, и дай бог подчиняться этим людям. Наслаждайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok